Поехали! Продолжаем разговор. Продолжаем эфир. Вопросы у нас появились, естественно, не могли появиться. Столь интересный человек, столь интересный докладчик вызывает повышенный интерес, поэтому без вопросов не останетесь, это я сразу говорю. Единственное, что я хочу от себя добавить перед тем, как перейти к вопросам. В свое время очень плотно изучал, что есть этиловый спирт. Когда вы стали говорить про это, то как-то резануло, потому что мы говорим про науку, про лженауку. И сейчас китайцы научились гнать спирт из фекалий и очищают до такой степени, что чуть ли там чистая формула не получается спирта. И получается, что из фекалий они гонят и очищают, что из качественного зерна формула спирта от этого не меняется. И здесь уместно, наверное, упомянуть, что в свое время в Советском Союзе были ГОСТы, которые сейчас, конечно, уже там ГОСТами так называются, но не всегда исполняются. На ТУ их пытаются заменить. Так вот, ГОСТ 18372 года, пункт 5 требований безопасности, гласит следующее. Этиловый спирт, легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системе. В 1982 год уже убрали много чего. Осталось этиловый спирт, легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам. Уже про паралич нервной системы ничего не говорится. А вот в 1993 году, после того, как пришли к власти известно кто и стали делать известно что, то там сделали все проще. Этиловый спирт, легко воспламеняющийся, бесцветная жидкость с характерным запихом. Про наркотики вообще все убрано, про параличную систему вообще все убрано. И здесь надо понимать, что еще в медицинской энциклопедии про спирт упоминаний как таковых нет. Вот я специально залез в медицинскую энциклопедию, которая в Советском Союзе выпускалась. Медицинский спирт вроде называют, а упоминаний нет. То есть внутрь он не применяется. Он применяется для того, чтобы делать что-то растереть, сделать какие-то растворы и так далее. И он должен выпариваться по технологии, прежде чем внутрь. Но это так. И здесь, когда мы говорим про то, что есть напитки, во-первых, русское слово, если мы русские люди. Напиток – это то, что питает. То, что разрушает даже в малом количестве напитков, может быть, не может. И если формула одна, то в этом случае да, у наркотика, например, у героина одна формула. Да, бывает с загрязнением. Да, бывает чистая формула. Чем чище, тем сильнее действует. Ну, поэтому здесь можно сказать так. Если мы говорим про наркотик, то чем чище наркотик, тем, значит, и удобнее лучше его применять. Это как мои реплики. По поводу ученых и так далее. Вот слово «ученый», возвращаясь уже к теме нашего эфира, «ученый» на сегодняшний момент настолько уже дискредитировано в понимании многих людей, что пора, мне кажется, вводить уже такое понятие, как разумный, осознанный. Потому что вот ученый, может быть, медведь, которого научили, он ученый, вот он умеет ездить, кот ученый известен нам и так далее. То есть, чему научили? Вопрос, хорошему научили или плохому? Совестливый человек или бессовестный человек? Ведь в ученом мире, как мы уже выяснили, огромное количество просто бессовестных людей, которые под себя, под какие-то там свои регалии, просто людей начинают гробить, обманывать население, что-то придумывать. Сколько вот этих вот фейкал-тронов уже появилось, которые раскинули везде направлено, сколько уже честных людей опозорили. Поэтому, если мы говорим про то, что ученый, здесь надо уточнять, чему ученый, с какой точки зрения ученый, ведь до сих пор многие не признают, чем занимаетесь вы. Это называют лженаукой. Но когда мы, секундочку, как это может быть лженаукой, если она показывает реальные результаты? Просто, может, где-то чуть не хватает, где-то, может быть, что-то еще не раскопали, но результат это есть. В науке самое главное, что нам нужно сделать? Повторим опыт или не повторим? Это один из критериев, да? Применим он или не применим? Вот если мы говорим, что ваш эксперимент можно повторить с этим, с этим, с этим, с десятым, с тысячным, с миллионным человеком, он покажет одинаковые результаты, будет ясно, откуда что и почему, то в этом случае это наука. Если мы говорим о том, что кто-то просто направо-налево говорит «это фейк», то извини, пожалуйста, это уже не наука. Ну вот как-то я свою точку зрения обозначил. И еще один маленький момент. В древности у нас было прекраснейшее понятие варны. Варна – это такое психотипы, очень точные, которые, на мой взгляд, многие психологи еще до них не додумались. Вот подходит как-то так, рядом крутится, которые позволяют определить, кто перед тобой и кто ты. Вот варн основных четыре, там много подгрупп каждой варне. Так вот, большинство тех самых лженаучных товарищей, которые кричат о лженауке, я предполагаю, что они относятся к самой начальной варне, у которых задача одна – совокупляться, обороняться, зрелища и хлеба. Вот из этой же серии. То есть покажи им бублик, они тебя спляшут, как ученый медведь. Дай им золотишко, они напишут статейку какую-нибудь. Их уже не интересует, что есть на правде, что вот есть в жизни. Их интересует, чтобы у них пузико было набито, было помягче спать и пожарнее, извиняюсь, жрать. Вот как-то так. Вот такая жестокая речь с моей стороны. И можете что-то в ответ сказать, можем переходить уже к вопросам-ответам. Ну, я скажу, конечно, дело в том, что по поводу спирта, я на самом деле вовсе о другом. О том, что любой хороший продукт можно сделать плохим, если его неправильно делать. Поэтому говорить о том, что ГМО – это хорошо или ГМО – это плохо, это бессмысленно. Нужно говорить не вообще общим словом, а я уже не раз приводил выражение, и нужно проводить конкретный анализ в конкретной ситуации. Вот ГМО, вот этот конкретный, который выпущен, произведен таким-то методом, вот мы его анализируем, и мы вот видим, это хорошо или плохо. А просто поднимать на щит ГМО или, наоборот, его сбрасывать без конкретного анализа – это ненаучно. А о том, что там вспоминает, что там горит и так далее – это, конечно, другой разговор или какие госты. Я, честно говоря, продругуясь совсем. Теперь, что касается ученых. Вы понимаете, есть такая басня про сороконожку, которую я хотел узнать, а вот как именно она ходит, в каком порядке ноги переставляет. И она стала это дело анализировать и запуталась, и вообще не смогла ходить. Поэтому вот так же будет с определениями. Если я сейчас начну каждый термин обставлять разными сопутствующими словами, ученый, а именно кем ученый, когда обучен, где, в каком направлении, я все время мне выделенное, вот этим только буду заниматься, никто слушать меня не будет. Есть в английском языке слово «сайентист». Это ученый. Сайентист есть сайентист. И нечего тут гадать, это общее понятие, общая категория. В русском языке слово «ученый» оно есть. Обычно в первом лице не употребляется. Говорить «я ученый» такой-то – это не принято. Это не скромное и, как правило, несвойственное людям науке. А вот сказать про другого – это известный ученый. Скажем, Наталья Петровна Бехтерева, она крупный ученый. Это нормально, это для меня вполне этично такое сказать. А на самом деле академик Ландау тоже иронизировал, что есть код ученый. Это ученый, а я научный сотрудник. Вот когда я еще был студентом, я это прочитал, и с тех пор я себя не называю иначе, как научный сотрудник. И вот у меня книга есть «Интернет», под названием «Интернет», а внизу «Заметки научного сотрудника». Это то, на что я претендую, и это многое. Как известно, Жуковский, основатель авиационной науки и технологии, у него на двери висела табличка «Инженер». Вот он, Жуковский инженер. В связи с этим есть такая байка, что вот Жуковский инженер, а папа вот твой, он старший инженер, мама говорит сыну. Поэтому, понимаете, это все зависит, когда на двери Жуковский инженер все понимают, какая цена этому слову. Когда кто-то старший инженер, ну, в общем-то, все тоже понимают, какая цена этому слову, которое произнесено, или двум словам, в отрыве от реальной работы. Мы можем это много анализировать, но суть-то не в этом. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Так что давайте перейдем к вопросам, если такие есть. Конечно, конечно. Разобрались. С Ландау согласен. Кот ученый – это подходит. А вот научный сотрудник – это мыслящий человек, это мыслитель. Вот мне нравится этот полет мысли. Хорошо. Дядя Вася, вопрос в эфир. Имеет ли сходство, по вашему мнению, борьба со лженаукой по аналогии с инквизицией в мягкой форме, работающая за догмы и уничтожающая любое проявление познания нашего мира? Абсолютно. Я, собственно говоря, с этого начал, что те, кто гоняются за лженаукой, а это самоназванный инквизитор, им нравится эта роль. Вы понимаете, это как, видимо, нравилась роль тройкам, которые выносили приговоры в 30-х годах. И вот сейчас им нравится людям то, что они приобрели себе право называть уже учеными разных людей. Более того, это право их подкреплено, их административным ресурсом. Это, например, комиссия при президиуме Академии наук, там и подобные вещи. Какие-то другие комиссии, комитеты. И вот они выносят приговоры, пусть это в мягкой форме, но дело в том, что если бы я жил в России, то, в общем-то, мне было бы гораздо более не по себе. Я бы давно уже подал бы в суд на этих людей. А я живу за рубежом, понимаете, мне все равно, что там пишет Википедия, ну или почти все равно. Конечно, лучше бы, когда писали бы всякие хорошие слова, но я понимаю, что это война. Понимаете, сейчас в России идет война. И думаешь, что ни для кого это не секрет. А на войне стреляют. Поэтому я офицер на поле боя. Ну что, я побегу в штаб, говорит, вы знаете, а там, оказывается, стреляют. Кто мог такое ожидать? Я знаю, что как только я становлюсь, так сказать, публичной фигурой, открывается огонь из всех видов оружия со стороны моих идеологических противников. Когда я говорю вещи политически окрашенные, я стараюсь не говорить, но вынуждают. Я прекрасно понимаю, что это опять начнется огонь. Поэтому нормальное дело, я к этому привык, но я в ответ тоже стреливаюсь. Я пишу статьи, у меня оружие, простой ответ. Я пишу статьи, иногда едкие, саркастические, иногда довольно безжалостные. Я показываю, кто эти люди. Я показываю место этих людей. Была статья про Подгайновой, с которой началась картина. Это украинский националист. Он написал абсолютно дурацкую статью с претензиями к ДНК-генеалогии, потому что она показывает древность славян. Вот его это покоробило. И он написал статью, я написал ответ на статью Подгайновой. А потом вскоре оказалось, что он норманист. Да, его еще это покоробило, что ДНК-генеалогия против нормандской теории. И вскоре он себя проявил. Он, как писали украинские средства, он топтал Майдан, так сказать, не снимая кипы своей, она же Ермолка. Он написал в печати украинской, что российские войска вторглись в украинское Причерноморье, в заповедные леса и территории. То есть он нес откровенную чушь и ложь. И все потому, что ему не нравилось то, что ДНК-генеалогия показывает историю, которая честная история в отношении России, во всяком случае, Украины, Белоруссии тоже. Поэтому Подгайнов был первый, который вот, и, кстати, есть статья Подгайничина, это на переформате, она же есть в моей книге, кому мешает ДНК-генеалогия. Далее это был Клейн, который тоже самое, я по нему несколько раз прошелся, весьма тяжелым утюгом. Это был Балановский с его статьей Балановщины, про него точнее. И это был Чубур, это был Клим Жуков и так далее, ряд людей. И я привык, что они все лгут. То есть это уже я. Они друг друга читают, что самое интересное у них методология. Они не читают ДНК-генеалогии. Они не читают моих стадий, они читают друг друга. Они считают критиков, принимая то, что критики говорят, за чистую монету. Или, понимая прекрасно, что это ложь, но тем не менее, раз это можно стрелять, то можно стрелять. И вот эти люди ходят по кругу, переписывая у себя ерунду, типа, что Р1А – это метка славянства. Да я никогда такого не говорил и говорить не мог. А как насчет китайцев Р1А, уйгуров Р1А, арабов Р1А, да кого угодно. Какие же это славяне? О том, что якобы я говорю, что гоплогруппа и рот – это одно, то есть гоплогруппа и вот этнос – это одно и то же. Но ерунда полная, никогда я такого не говорил, потому что этнос русский, скажем, российский. Ну, русский, конечно, потому что в России есть много этносов. Это три главных гоплогруппы, еще десяток более минорных по численности. Скажем, у поляков другой этнос, у него тоже гоплогруппа Айда доминирующая. Никогда я не говорил, не мог говорить, что этнос и гоплогруппа – это одно и то же. Но любопытно, что все они друг у друга именно это переписывают. Что якобы я утверждаю, что этнос – это гоплогруппа и так далее. Вот так что не взять, вот их морсом даже можно выписать колоночку, как они друг у друга переписывают того, чего у меня нет. И вот все они в один голос говорят – ДНК, генеалогия, лженаука. Это тоже не друг у друга переписывают. Поэтому нормальное дело, я отвечаю. И причем понимая, что многие тоже не понимают, скажем, молодежь в особенности читает их, и думают, что так оно и есть. Поэтому моя функция – серьезное просвещение. А я, любой профессор, он должен заниматься просвещением. И я, а я профессор уже, слава богу, 40 лет профессор. Точнее говоря, 41 год. И я занимаюсь просвещением всю эту жизнь. И моя обязанность – рассказывать людям, как оно есть на самом деле. Я не могу поддерживать лгунов и лжецов. Поэтому я так часто пишу эти статьи, потому что на их примере, на примере этих русофобов, скажем, Садулаев, который тоже есть такой писатель, который тоже примкнул к этой когорте критиков, в кавычках, не бельмеса вообще, не смысла в ДНК генеалогии, а просто переписал у них то же самое и выступил. Ну, пришлось его так несколько по стенке размазать. Но заодно размазание по стенке – это не самоцель моя. Я параллельно пишу, что на самом деле я имел в виду. Я привожу новые данные из этой новой науки ДНК генеалогии. Каждый раз даю новые примеры. И люди воспринимают это легче, чем они читают гладкий текст. Когда читаешь текст, он скучный. А когда, так сказать, бияв, так сказать, по голове, меж ушей этих людей, русофобов, я заодно рассказываю, почему я бью, и что они наговорили, напортачили, а я объясняю, как на самом деле – это хороший педагогический преподавательский инструмент. Вот, так сказать, мое отношение к этому делу. Так что, возвращаясь к первому вопросу, да, это люди, которые возомнили себя инквизиторами, которые возомнили, что у них есть право решать, как обзывать, не неся никакой ответственности. Это люди, которые прикрываются ресурсом административным, у них есть гранты, они работают в системе, многие из них, Академию наук, и они абсолютно портят имидж Академии, потому что Академия и Инквизиция никак не должны смешиваться, это разные вещи. Так что, дядя Вася прав совершенно, спасибо за этот вопрос. Вот вы говорили, что лженауки как таковой нет, а вот мне кажется, все-таки это дело такое совместимое, когда деятели от науки занимаются ложью. Вот что вы сейчас продемонстрировали в сегодняшней нашей беседе. Когда деятели от науки начинают клеить везде к каждому какой-то лейбл лживый, то есть занимаются ложью, вот это и есть лженаука. Поэтому вопрос, с кем они пытаются тогда бороться, с какой лженаукой, если они ложью занимаются? От науки. Да, это, конечно, не лженаука, это ложь. Не надо путать ложь и лженауку. Это ложь, это подлость. Есть много терминов в русском языке негативных, которые этих людей характеризуют. Но называть их лжевучеными, ну да, каждый она говорила, и каждый из них много чего. Та же Баринская. Я несколько раз по ней проходился, когда она, кидая словами лженаука, несла бог знает что, что якобы люди вышли из Африки, они пересекли пролив, они шли по южному побережью, значит, вот, а именно вот в данном случае по побережью Индийского моря, питаясь морепродуктами. И вот я ответил антрополог из США, из Сенского университета, что нет у популяционной генетики инструментов, чтобы определить, что люди пересекали проливы, что они шли там, питаясь морепродуктами. Это все фантазии. То есть Баринская просто нагородила бог знает что, выдавая фантазию за действительность. И при этом она члены комиссии, оказывается, то есть не оказывается, это уже известно, поборебила лженаукой. Вы понимаете, вот на варе шапка горит. Эти люди, которые лжецы, они же присваиваются право, понимаете, казнить и миловать. И они же при этом несут такую чушь, которую и в их терминологии, кроме как лженаукой, назвать нельзя. И она при этом работает в геномной лаборатории. Она ведущий сотрудник. Да смешно умал индекс цитирования, потому что геномная лаборатория в мире это нарасхват. У них индекс цитирования там многие десятки. У них-то даже сотни. А у нее скромный индекс цитирование, там несколько единиц, когда посмотришь, а потому что ее собственное направление это генетика алкоголизма, по которой я сам занимался биохимиоалкоголизмом в Гарвардском университете. И я прекрасно знаю, что имени Баринской в науке нет, и поэтому ее никто и не цитирует. Это просто лишнее место. Это плесень несвободна на науке. И вот, видимо, поэтому, она себя не реализовав в науке, она кинулась в инквизиторы, работая в комиссии по лженауке. Вот это нормальное дело. Потому что, может, мы еще подумаем, что те, кто в тройках сидели и казнили людей, это были достойные люди, честные и достойные. Они прекрасно понимали, какую работу они делают. Поэтому и то, что там на одного негодяя, которому не вынесли приговор, было там, наверное, не меньше, в мере, по десятку, людей абсолютно не причастных к никаким плохим делам. Но просто у них уже захватило упоение казнить или миловать, и вот так это и продолжалось. То есть это и есть категория людей, которым вот и принадлежат те люди, которые произносят слова лженаукой. Хорошо, идем дальше. Дальше, как мне пишут, вопрос в грубой форме. Антон Никифоров. Здравия, Анатолий Алексеевич. Как вы думаете, если сделать анализ ДНК этой сфоры, которые клеймят лженаукой всех, то будут ли у них одинаковые гаплогруппы? Может быть, они все родственники? В общем-то, вы понимаете, можно было бы посмеяться, но смысл в этом есть. Дело в том, что, как ни жаль, это многие люди, которые занимаются выяснением лженауки, как и те, кстати, которые сидели в тройках в большой степени раньше, это людям принадлежат к некому, так сказать, шумному, крикливому народцу, которому я всегда относился хорошо, как народца. Но дело в том, что у каждого народа есть свои, так сказать, первоученики. И вот, к сожалению, к большому, я занимаюсь ДНК генеалогии евреев, занимаюсь уважением этой ДНК генеалогии. Никакой из евреев меня не попрекнул, потому что я всегда занимаюсь уважительно. Меня евреи активно цитируют, меня зацепают премиями и грамотами. Это то, потому что я знаю, когда я занимаюсь не своим народом, это свой народ можно, понимаете, так слегка пройтись по нему, так сказать, любовно знаешь, что ты сам к нему принадлежишь. А когда ты занимаешься изучением другого народа или другого этноса, то надо быть крайне бережливым, потому что легко разжечь вражду. И вот переходим к примеру. Скажем, некто по фамилии Шнерельман. Вот Шнерельман, для него патриотизм слова, это красная тряпка, опять же, для быка. Но ненавидит он русский патриотизм. И его произведение во многом этому посвящено. Он доктор наук. И я поэтому как-то упомянул в какой-то статье, что не Шнерельманом решать вообще вопросы русской, так сказать, а не знаю, культуры либо русской принадлежности и прочее. И тот же либерал Беллиниль, лишь как он смеет, это расистское. То есть я, оказывается, расист, а Шнерельман, который в грубой форме фактически пишет про русский народ, о том, что патриотизм абсолютно не должен быть, это, оказывается, он прав. Далее есть такой некто Владимир Петрухин. Он профессор кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков. Он профессор историко-архивного института. Он ведущий научно-сотрудник института славяноведения Российской академии наук. Но вроде все нормально. Это тот Петрухин, который же профессор еврейского университета в Москве. Он профессор университета в Русалиме. Он занимается изданием еврейской литературы. И вот он же профессор кафедры отечественной истории древнего мира, понимаете, вот Российскому институту. Он ведущий сотрудник по второму институту славяноведения РАН. Это тот Петрухин, который был консультантом фильма «Викинг», который показал, что русские – это быдло просто. То есть не показал, а хотел показать всем своим стараниям. Что русские – они недоразвиты, они грязные, они не умыты. Они вообще, ну, барахло они люди. Понимаете, вот я провожу пример, когда я пишу о евреях. Я деликатен и осторожен, но правдив при этом. А еврей Петрухин, который рассуждает о русских людях, он позволяет себе абсолютно безобразные вещи. Вот теперь смотрите, кто из нас расист, а кто нет. Так что здесь, к тому же, он ярый сторонник нормандской теории. Понимаете? То есть человек, который преподает в еврейском университете, он начинает заниматься тем, что якобы скандинавы основали Русь. Ну, кто, казалось бы, ну, кто его назначил на эту должность? Фильм «Викинг», между прочим, это 1,25, то есть 1,25 миллиарда рублей было затрачено фирмой «Викинг», причем рублей государственных. Это не те, кто какой-нибудь олигарх дал или там народное собрание там, а это государственный день, миллиард четверти. А фильм явно русофобский, антирусский. Главный консультант, или один из двух консультантов главных, это вот Владимир Петрухин. Ну, вот примеров можно множить. Много и много. И это вовсе не значит, что я против евреев. Это была бы крупная ошибка. Но это я против тех русских, украинцев, белорусов, евреев, назовите кого угодно, которые являются русофобами и публично свое русофобство выказывают. Вот мое отношение к ним. Но, к сожалению, среди либералов доля вот этого народа, она велика. Поэтому, несмотря на определенную шутку того, кто задал вопрос, если померить их гоплотипы, гоплогруппы, вы понимаете, большая доля будет действительно весьма похожа друг на друга, если даже не почти идентична. Вот это, к сожалению, трагедия или драма нашего времени. Я понимаю, что я озвучиваю вещи, которые, в общем-то, не очень принято озвучивать. Я как-то сам некомфортабельно чувствую, говоря об этом. Но я знаю, что кто-то такие вещи должен говорить. И вот я прошу понять меня правильно, но я должен эти вещи сказать. Благодарю. Идем дальше. Владимир задает нам вопрос из Мытищ. Здравия вам, Анатолий Алексеевич. От всей души солидарен с вами в делах борьбы со лженаукой. Хочу вот что сказать. Если ошибается один человек, это просто ошибка. Если ошибается группа людей, это уже дурдом. А если ошибается фундаментальная наука, это полная крышка всей цивилизации. Одно начинает выдаваться за другое. С детства удивлялся тому, что так называемый научный мир выдает искривление траектории за искривление пространства. Если помните, лучи света искажаются возле больших гравитационных масс. Например, лучи звезд в момент приближения к прохождению за Солнцем почему-то одно выдает за другое. Это все равно, что говорит. Деревья гнутся, потому что ветер искривляет пространство. Вероятно, существует очень мощная группировка в науке за мусорящие мозги населению нашей планеты. Так, это должен прокомментировать. Конечно, потому что здесь мысли абсолютно правильные, но есть некоторые преувеличения. Девушка, наука – это вовсе не чистое поле, где работают люди в белых халатах, они кристально чистые, и вот они и выдают чистый продукт. Да ничего подобного. В науке работают те же люди. Работают те же лыжицы, подлецы, махинаторы, проходимцы. Просто они получили образование соответствующее и их направили по распределению в соответствующий научный институт. Вся разница. А люди-то соответствуют теми же. Поэтому те же проблемы, которые свойственны любой другой профессиональной группе, или непрофессиональной, любой другой, они есть и в науке. И вот я прочитаю сейчас о том, что в науке ошибки сплошные, которые потом постепенно исправляются. Одни быстро, другие очень долго. Третьи до сих пор висят в науке. Это, в общем-то, нормальная тема, что наука – продукт человеческой деятельности. Так вот, я прочитаю одну цитату. Я как-то это взято написал еще в феврале 2017 года, то есть год назад почти ровно. Она есть в печати. Вот я написал так. «Нет вообще уже науки, как и осетрина второй свежести». Ведь я эту фразу просто повторил. «Наука – это гигантское поле экспериментальных данных и наблюдений, интерпретации, гипотез, теории, которая огромным потоком сливается в научные журналы. В этом поле весь мыслимый диапазон от откровенно ошибочных положений, подтасованных и фальсифицированных данных до выдающихся научных работ. Причем переходы в этом поле плавные, без риски скачков, от журничества до гениальных работ. Эйнштейна тоже обвиняли в том, что он уже ученый. Лысенко обвинял в лженаучности своих противников, а они, когда взяли вверх, обвиняли в лженаучности уже самого Лысенко. Мы недавно подробно разбирали широкогеномную генетику, например, их статья обликованной в журнале Nature. Псевдонаука во многом, да, тем более, что маскируется под наукой. Но, с другой стороны, это путь проб и ошибок, который проходит любая наука. А отличие от широкогеномной в том, что там, в генетике, включился огромный коррупционный механизм от многих десятков авторов статьи, которые закрывают все поле специалистов в данной области. И тем самым производится впечатление достоверности до фактического отсутствия рецензирования статей. Вот что должно быть предметом вынимания комиссии по лженауке, но она для этого бессильна именно по причине охватывающей коррупции. Значит, что я тут не стал, потому что те, для кого я писал, они знали фактуру, так сказать. Дело в том, что сейчас в генетике все больше и больше статей, в которых от 60 до 100 авторов. То есть, понимаете, 60 до 100 авторов. То есть, собирают всех специалистов. Они статьи, конечно, не читают, потому что я автор сотен статей, я знаю, что невозможно сотне авторов или нескольким десяткам статью рассылать для правок. Этим может всю жизнь заниматься. Каждый там немножко поправит или часть, опять нужно выправить, рассылать. Поэтому просто их принимают в авторы статьи по факту, и каждый получает статью. Вышла одна статья, и все эти 60 до 100 человек заносят ее в свое резюме, в свое CV, или там, не важно, по сложимой список, что он автор статьи в Nature, или в Science. Вся ссылка идет на эту статью. Она идет на эту статью. Ссылка всем десяткам человек. Все заносят свои данные, что на их статью сослались. Понимаете? То есть, массив данных выдается каждому за свое. Все, прошли давно времена, когда автором являлся там один-два человека. Вот я старый формаций человек, и у меня из примерно 500 статей в воле-комнатах, наверное, ну, 300 во всяком случае, где я один автор. Я работаю один автор. Все мои книжки-учебники, я там один автор. Вот статьи по ДНК, вернее, книги по ДНК-генеалогии высшие в последнее время, их там 13 книг, в каждой я один автор. То есть, я, вся ответственность на мне. А у них по десяткам авторов на статью. Вот это и есть коррупция, потому что кого он набирает рецензентом для этой статьи? Они все уже в авторах статьи. И потом могу себе представить, рецензент вдруг напишет критическую рецензию, когда все начальники мира в авторах этой статьи. Но этому рецензенту не жить. Даже если он анонимный, тут же найдут, кто был рецензент, ему не жить. Поэтому рецензии на эти статьи практически нет. Весь мусор идет напрямую в печать. Вот это я называю гигантский коррупционный механизм, который работает. Вот этим надо бы заняться комиссиям. Как с этим делать? Как с этим жить дальше в науке? Однако, естественно, комиссия этого не занимается, потому что они часть того же процесса, часть той же системы. Вот в этом опять драма и трагедия современной науки. Вообще, должен сказать, наука по сравнению с тем, когда я в России, точнее в СССР, этим занимался, она была, конечно, другой. Были научные школы у нас, скажем. Мы активно прорабатывали все там эти вопросы. Мы эти статьи многократно шлифовали на наших научных семинарах. Сейчас я беру статью популяционных генетиков, но это ошибка на ошибке. Я уж не говорю о том, что нет ни расчетов правильных, ни погрешностей, которые там. Бог знает, что творится. То есть статью просто бросают как вот в печку или в колодец, в журнал. Потому что все, что нужно, чтобы статья была опубликованная. Все. Потому что потом можно у него сослаться по причине грантов, статья опубликованная. Что там в этой статье? Никого не волнует. Вот Балановский написал книгу, его последнюю, где он там анализировал якобы мутацию. Но это кошмар, а не книга. Я написал об этом статью. Он статью читал. И там разобраны все его ошибки. Но не все, но большинство подавляющие. И что вы думаете? Нормальный ученый тут же взял бы свою рукопись, выправил бы эти ошибки, привел бы соответствие. Нет. Балановский так направил то, что было в печати. Ему не нужна была правильность в этой книге. Ему нужна была книга, опубликованная книга. Потому что кто там будет читать? Кто там будет вчитываться? Вот этот мусор теперь стоит на полке библиотек, а дело сделано, книга издана. Вот это, к сожалению, картина современной науки. Поэтому я не знаю, что там в ран думают руководства, но это гибель ран. Дальше. Скажем, взять Национальную академию США. Там академики не получают зарплату. Они платят деньги в академию. Академик платит несколько сотен долларов в год за членство в Национальной академии наук. Я являюсь членом Всемирной академии наук и искусств, которая была организована еще Эйнштейном незадолго до своей смерти. Я положено платить в год 100 долларов за членство в этой академии. Я плачу с некоторым избытком, потому что много из бедных сотрудников в этой академии. Я им помогаю. Но заметьте, не академия платит нам деньги. Мы платим деньги академии. Дальше возьмем РАН. Академия платит деньги государственные за то, что такие-то люди люди с членом академии. Да в мире такого, я думаю, нигде больше нет. И эти люди, которые получают деньги от академии, а тем самым от страны, они занимаются вот этой ерундой типа поисков уже науки. Вместо того, чтобы они занимаются своими научными делами. Вот что трагедия современной РАН и трагедия современной российской науки. И что с этим делать, не знаю. Ведь этого ничего не скажешь, потому что вот я сейчас говорю, но ведь даже те, кто увидит это дело с академии из РАН, они же делают вид, что они ничего не видели, не слышали. А зачем это им надо? Что они пойдут к руководству, докладывают, узнают, а надо что-то менять. Им скажут, хочешь менять? Вот, пожалуйста, вот, так сказать, как говорили раньше, вот Бога, вот порог. Пожалуйста, иди на улицы. И ничего с этим не сделаешь. Вот в этом проблема. Понимаете, вот разговор по уже науку оборачивается капитальными категориями. Категории вообще смысла работы российской академии наук. Она, конечно, смысл есть, потому что многие честных ученых. Но, опять же, в США нет, на самом деле, академии наук как институты. Это объединение университетов. Все академики, в основном, это сотрудники университетов. Там нет вот такого, чтобы был комплекс зданий академии наук, больницы академии наук, чтобы это были санатории академии наук. Это смешно. Там этого нет и близко. Все академики работают в университетах и платят, повторяя, деньги в академии. И вот это зыбкое сообщество, конгломерат, и называется Национальная академия наук США. Они дают гранты, конечно. Эти академики им рассылают заявки на гранты. Они в своих университетах, в своих кабинетах рассматривают гранты и пишут свои отзывы. Вот так работают практически во всем мире академии наук. Российская академия, она как была образована в 18 веке, вот она, конечно, тогда была необходима. И вообще она была необходима. И сейчас она необходима. Но она необходима в другом виде. Академия должна продуцировать науку, а не заниматься охотой на ведьм. Вот в этом суть моего этого выступления. Хорошо. Хочу небольшой кусочек реплики зачитать. Уважаемый профессор, спасибо за вашу правду и смелость. Берегите себя. Враги скрипят зубами в бессильной злобе. Ну, я же на поле боя. Я же сказал, что я офицер на поле боя. Но как можно офицеру говорить, береги себя? Он себя и так бережет в меру необходимости. Когда нужно, в оккуп прыгает. А когда нужно, из него выпрыгивает. Хотя его жизнь это угрожает. У меня 14 поколений подо мной. Это российский или русский военно-боевой состав. Поэтому, ну что мне? Я знаю, как они жили, как они воевали. Об этом можно отдельно рассказывать. Это же даже не представляют люди, каково те люди, те ребята, которые служили России в те времена. Это там 17-й, 18-й, 19-й век. Это были действительно бойцы. Поэтому я просто знаю их историю. Я просто автоматически на автопилоте я стараюсь следовать их заветам. Иначе бы как они ко мне относились бы, если бы я стал под коверы залезать, подделываться, жульничать. Как я так могу делать? Поэтому, почему я говорю, что знайте, изучайте свою родословную. Изучайте историю своих предков. Потому что это привносит абсолютно новую, понимаете, координату психологии. Когда знаешь, что предки сражались и погибали за Крым, ну, в голову никому не придется сказать, ну, ладно, забирайте Крым, он вообще не наш, обойдемся как-то без него. Немыслимо это. Так что здесь многое, о чем можно говорить и о чем можно думать. Далее вопрос не совсем по теме, но если хотите, ответьте, хотите, пойдем дальше. Стеша задает вопрос. Кто, по вашему мнению, нас создал? Вопрос больше философский, чем научный. Если говорить напрямую, то я не знаю. И не знает наука. Дело в том, что что бы произошло, нас имеется в виду человека, нас имеется в виду жизнь вообще. Или нас создали папа с мамой. На этот вопрос максимально простой. Так вот, если говорить о том, о создании жизни, никто не знает, каким образом жизнь появилась и благодаря чему. Но ясно, что это было абсолютно экстраординарное событие. Термодинамика, например, она рассматривает вариант такой, что вот у вас есть печь, ну, такая, пусть будет кухонная печь, нормальная. И вот вдруг, и вот она холодная, печь, которая не в работе. И вдруг внезапно один кусочек разогрелся до красноты, а другие, естественно, части должны охладиться, потому что есть система такая задамнутая. Так вот, вероятность есть такая, что одна часть плиты вдруг внезапно раскалится, а другие нет. То есть, вот так вот молекулы собрались в одном месте, забегали быстро, и так получилось. То есть, вероятность этого одна там, я не знаю, там на триллионы. Но теоретически такая вероятность можно даже рассчитать. Так вот, для того, чтобы жизнь образовалась, нужно, чтобы вот такое подобное событие образовалось, произошло. То есть, что-то в каком-то месте собрались молекулы, и так расположились, чтобы действительно получился зародыш первой жизни. Есть много теорий, что якобы вот была глина, она обладала абсорбционными способностями, вот она абсорбировала там какие-то молекулы, они развернулись случайно, как нужно, и вроде-то, скажем, что-то пошло-поехало. Это абсолютно умозрительная вещь. Есть другая концепция, что это был некто Всевышний. Вот кто-то, кто нам непостижим, вот он взял и собрал эти самые молекулы в какой-то узор определенный, с этого начала жизни. И то, и другое недоказуемое. Поэтому концепция Бога не считается научной, потому что предложить-то можно, но никаких свидетельств этому нет, нет никаких данных. Как нет никаких данных о том, как все-таки жизнь произошла. Поэтому вопрос этот находится реально за пределами науки. Не знаем. Если говорить дальше, мы произошли, если мы о хомо сапиенс, о человеке разумном, то это известно, потому что, когда мы берем ДНК приматов, ДНК шимпанзе, ДНК гориллы, ДНК орангутаны, ДНК макаки, они все очень похожи на наши ДНК. Очень похожи. То есть там с хвостов буквально там на 90%. Правда, один процент тоже очень много означает. Вот возьмите шимпанзе в зоопарке, возьмите нас. Разница там всего лишь пара процентов ДНК. И вот эти два процента, они делают нас отличными от шимпанзе. Так вот, макака, повторяю, прочее, гориллы, они все на нас очень похожи. Это означает, что шла линия развития эволюции человека по этим приматам. Макака 25 миллионов лет назад, гориллы 9 миллионов лет назад, шимпанзе 5 миллионов лет назад. То есть здесь уже, если раньше, только могли об этом догадываться и говорить, что вот, да, наверняка от приматов произошли, но не было доказательств. А сейчас взяли ДНК, пожалуйста, вот выстраиваются просто одни и те же нуклеотиды, одна и та же посредственность. Сходство потрясающее, оно уже поразительное. Вот поэтому здесь, куда это уходит корнями, в сколь далекие времена? Ну, видимо, уходит почти до бесконечности вглубь, потому что нет, нигде не было, наверное, скачка резкого. А может, он и был. Опять же, наука это не знает. Поэтому должен сказать с полной ответственностью, что в науке есть такие участки, где незазорно говорить слово «нет». Не знаем, но не знаем мы. Черные дыры, белые пятна. Хорошо. Вот я тоже достиг возраста, когда мне совсем не зазорно говорят, что я не знаю. Когда мне спрашивают, я не кручу, там, начистое выкручивается. Ну, не знаю я. И наука не знает. А иногда бывает, что наука наверняка знает, а я не знаю. Ну, что ж, тоже бывает такое. Сколько угодно. Вот сразу реплика появилась. Честь и почет профессору. Честный, понятно объясняет свою точку зрения. Побольше бы таких честных научных сотрудников в науке. Антон написал. Идем дальше. Елена. Реплика эфир. Я так понимаю, что современная наука выращена практически на книжках про западных мыслителей. У меня внутри всегда звучал вопрос, почему именно европейские ученые и их труды и наблюдения словут неким ориентиром фундаментом, на котором строят науку. Почему ни китайские ученые, ни индийские или русские. Посему научный мир сегодня перекошен в одну сторону, несмотря на его достижения и достижения здесь в кавычках. Очень благодарна уважаемому сказителю за то, что он не молчит и в мир несет информацию как механизм жерновов науки. Может сработать не в пользу истины, а в пользу шкурных интересов. Но об этом мы говорили. Сколько угодно. Сколько угодно. На самом деле со временем конечно ситуация выправляется. Жернова начинают работать в правильную сторону либо их демонтируют и дело идет. Всегда так. Поэтому не надо печалиться, хотя многие не доживают до того времени и многие не доживут. Теперь, что касается того, значит, первый вопрос был о Западе. Ну, вы понимаете, так повелось. Так повелось, что Россия она считала себя и справедливо более близкой к Западу. Но даже сейчас ДНК-генеалогия это показала и подчеркнула, потому что 60% мужчин, идет речь о мужчинах, на Западе имеют гоплогруппу Р1-Б, а 50% мужчин на Востоке, в смысле в России, имеют гоплогруппу Р1-А. Вот смотрите, что получается. Во-первых, Р, если бы забыть про 1-А, я бы сказал, что все одинаковые, Р на Западе, Р на Востоке, до Урала. Теперь, более того, Р1 и на Западе, и на Востоке до Урала. То есть, все мы Р1, все мы едины. Вот взять, допустим, Китай, там в основном гоплогруппа О, а взять Японию, там гоплогруппа Д, а взять Ближний Восток, там в большой степени или в основном гоплогруппа Джей, а взять Кавказ и Иран, там в огромной степени гоплогруппа Ж, но она Джи, на самом деле Г как бы немецкая. Поэтому, в общем-то, люди, они теснятся, так сказать, ближе плечом друг к другу по своему происхождению. Не зря все-таки мы и Западная, Центральная Европа и Западная Европа, мы похожи друг на друга. Часто бывает очень трудно отличить одного другого. Я вот несколько дней назад был в Стамбуле и там, ну, не мог, конечно, не пройти мимо знаменитого хамама. Это турецкий бани. Это тот самый хамам, который находится между Голубой мечетью и Храмом Святой Софии. Это, значит, который, кто смотрел фильмы, по-моему, там, «Великолепный мир». Это турецкий фильм, 180 серий в нем. Ну, кто, понятно, что вряд ли кто-то до конца досмотрел. Там, как раз, история, как вот эта самая жена главного турецкого лидера, она, кстати, была славянкой. Ее взяли в плен в Крыму, Роксолана, и был ее имя. И хан в итоге, или там не хан, точнее, кто там в Турции главный, он на ней женился. И вот она построила турецкие бани. Так вот, я, значит, все-таки пошел в эти бани, хотя стоимость была вообще, но я могу сказать напрямую, это было 80 евро сходить в баню, помыться. Но там не просто было мытье, там тебя, значит, углажали, массировали под слоем пены, все исключительно прилично, конечно, потому что и банщик был в одежде, вокруг своих чересел, и те, кого мыли, были тоже, в то же самое вокруг чересел, там же в баню головы не ходят. Так вот, меня покрыл он слоем пены, там массиво, мы с ним разговаривали за жизнь, он абсолютно похож на русского, но просто один к одному. И он сказал, меня многие принимают за русского, я ему посоветовал сделать ДНК-анализ, потому что может он потом и кинычар, или вообще там какой-нибудь русского пленника или прочего. Так что на самом деле многие очень эти фенотипы российские, западные, они похожи друг на друга, но и так сложилось исторически, что Россия ориентировалась на западную культуру. Вы знаете, конечно, что когда еще до революции были гимназии, там изучали активно античных историков, там изучали, в общем, была очень серьезная подготовка и греческие мифы, и там Эссерон, и Платон, и кого там только не было, традиционно изучали античных историков. К этому плавно переходили к изучению западных историков, западных писателей, мы знаем прекрасно многие западные художественные произведения, мы знаем Пикассо, мы знаем очень многих, которые, мы знаем художников того времени, я там не буду часто подряд перечислять их многое, мы на них ориентируемся, более того, у многих наверняка дома висят репродукции западных художников начала XX века, у меня, скажем, висят, но это вовсе не значит, что я на них ориентируюсь в таком духовном, что ли, плане, в идеологическом плане, и мне нравится, мой глаз привык к эстетике западной культуры, мой глаз не очень привык к эстетике восточной культуры, хотя у меня дома висят и китайские гравюры, и японские гравюры, и, кстати, прекрасные полотна среднеазиатские, кстати, там и арии изображены на них, это оригинальные произведения узбекские, и мне они нравятся, то есть я вовсе не говорю о том, что европейская культура и восточная они полностью разделены, поэтому так сложилось, что мы ориентируемся в большой степени на запад, но, к сожалению, вот это сопровождалось тем, что русская культура, она оказалась задвинутая, во-первых, потому что множество абсолютно множества русских древних книг были уничтожены, или они потеряны, мы не знаем, скорее всего, были уничтожены, есть много историй, когда русские цари посылали или крупный начальник посылали подводы по России, чтобы собирали древние книги якобы для библиотеки, а потом они все были уничтожены, то есть были уничтожены, когда был раскол в православии, и были как раз многие книги, опять же, поборников древнего христианства, старого, они были уничтожены, то есть мы, к сожалению, наши предки не жалели себя в отношении уничтожения собственного культурного наследия, когда вологодские кружевницы в 30-х годах они вплетали свастику в свои кружева, а это было тысячелетие как минимум продолжалось, то есть это тысячелетия были кружева, в которые была вплетена свастик как раз другие узоры, и когда об этом дошло до НКВД, то это было моментально прекращено, я так думаю, что я, правда, детально не изучал, но похоже, что эти кружевницы, немало из них поехали в дальнем и восточном направлении, и все, больше этого нет, и вовсе не за то, чтобы свастику мы привечали и носили, особенно, чтобы не носили, потому что еще остался ментальный след от Второго мировой войны, от Великой Отечественной войны, и когда мне спрашивают, может, настало время свастику возрождать, потому что народ не поймет, это нужно долгий-долгий путь привыкания и образования, поэтому не надо торопиться, так вот, ответ на вопрос, мы воспитывались в огромной степени на западной культуре, и в меньшей степени на культуре русской, у нас начинается для нас фактически реальный отчет почти от Пушкина, что, конечно, было гигантское дело, он сделал, фактически создал русскую словесность, это и Пушкин, и Чадаев, и Державин, правда, был тяжелый в виде Ломоносов, тоже в тяжелом виде, а Пушкин принес легкий слог, как будто рассказывает, как дышит, вот это вот наши культуры, кстати, говоря об этом, я не могу удержаться от того, чтобы, кто смотрел недавнюю лекцию Прилепины, он рассказывал, Прилепин писатель, причем писатель очень хороший, он рассказывал как писатель эту историю, когда Пушкин добровольцем пончался на фронт, он же там было восстание в Греции, и его царь отправил в то время в ссылку, и сказал ему, Саша, вот эти тысячи рублей, езжай в ссылку, и он поехал на Кавказ в ссылку, тысячи рублей это, по мере, миллион рублей по современным расценкам, вот, так сказать, царь ему дал езжай в ссылку, я думаю, что многие, наверное, решили в ссылку поехать при таком раскладе за миллион рублей, так вот, и он приехал туда, но он сорвался, помчался на запад, попал в действующие, значит, порядки, и его тут же узнали, там было, открыли шампанское, его знали, естественно, хотя он был все-таки 20 лет, его царь послал в ссылку в 19-м году, а он родился в 1799, то есть ему было тогда 20 лет, но уже знали, и он решил пойти повоевать на линию, просто на бою, но ему сказали, что нечего тебе делать, аж иначе без тебя русско-словец сможет вообще и потеряться, и он за шампанским, он, значит, схитрил, и по-английски, так сказать, не прощаясь, исчез, ну, а народ продолжал пить, и не заметил, а он побежал на позиции, и там поднял, значит, роту в атаку, сначала эти самые солдаты не поняли, что к чему, какой-то негроидный малый в черной бурке поднимает их в атаку, они побежали за ним в атаку, и там даже какой-то был успех, но к этому времени же узнали, что он бежал, и группа офицеров помчалась на перерес, его схватили физически, вынесли с поля боя, и сказали, мы ни в коем случае, и он продолжал бегать, он все время бежал вот на эти боевые порядки, и в итоге его сослали опять, без денег, правда, чтобы он там больше не появлялся, так что Пушкин был патриотом не просто в своих стихотворениях, он на самом деле был отнюдь, хотя его называют либералом, но он был не тот либерал, который современные либералы, которые, повторяю, пораженцы и предатели, Пушкин не был ни пораженцем, ни предателем, известны его великолепные стихотворения «Клеветникам России», которые он адресовал по поводу событий в Польше, когда Запад точно так же, как сейчас, встал на защиту поляков, когда они подняли восстание, а поляки подняли восстание с целью взять Смоленска, а желательно взять Москву, и Запад полностью оказался за поляками, Пушкин написал, что же вы делаете, вы же знаете прекрасно, что там за народ, который 60 тысяч поляков примкнуло к арме Наполеона, когда они шли на Россию, там очень много русофобов и явных просто противников абсолютно России, и Пушкин написал к ледникам России, подчеркивая, что нужно понимать интересы России, не нужно вставать в позицию против России, как вы все время делаете, Запад, и это продолжается то же самое сейчас, и вот сейчас роль Пушкина играет в некоторой степени Пролепин, он пишет об этом, и вот, но, к сожалению, фигуры уже ранга Пушкина такой, сейчас нет, потому что многие задавлены, многие боятся попасть в категорию нерукопожатных, это тоже, понимаете, стиль этих пораженцев, либералов, что они рукопожатные в их стае, в их клане, а кто против, туп пеняй на себя, они становятся нерукопожатные, вот, так что здесь ситуация непростая в отношении того же раскола России, а Пушкин молодец, и вот это люди должны знать и советуют пересчитать, его сектоворение относящиеся к периоду вот к ледникам России, а также когда ему было 20-25 лет, ну тогда были известные декабристы, Пушкин был этим крайне подавлен, потому что многие друзья пошли в ссылку, а пятеро были повешены, ну в общем, он постоянно метался, но он был при этом патриотом. очень хорошо подмечено, как при Петре Первом уничтожались древние книги, причем не только христианские, которым, в принципе, то христианство уже, современное и то христианство очень сильно отличаются, и некоторые говорят, что современное христианство к тому вообще не имеет отношения, но надо учесть, что уничтожались еще более древние книги, которые отлучали нас от великого прошлого, на которые индусы ссылаются до сих пор, говорят, у вас эти книги должны быть у вас, не у нас, у нас только остатки, сколько всего было уничтожено. Но я не согласен с тем, что мы, наши предки, уничтожали, потому что при Петре много было сюда ввезено тех, кто очень не любил Россию, кто здесь за деньги себе покупал титулы и потом этими титулами хвастался на Западе. Вот они себя проявили намного, мне кажется, более активно в уничтожении нашей древности, потому что это было для них чужое, и нужно было свое им привнести. Это верно, но они тоже наши предки, должен сказать, ведь не все уехали, многие потомки их живут и работают среди нас, и вполне возможно смотрят эту передачу. Так что, ну и потом они, конечно, понятно, что нанимали для уничтожения и местного населения, там все было. Никогда не было гомогенности такой патриотической. В России всегда были люди, которые принадлежали самым разным группам, кланам, и были предателями. Русская история была сложной, и такое нужно любить и ценить, уважать, потому что другой истории другой у нас нет. И поэтому надо не просто вот чернить, выхватывать или иные эпизоды, а понимать, что да, наши предки тоже много чего нагородили, и книги уничтожали, и убивали, но они наши предки, как вот родители, предков не выбирают. И тем более, что времена тогда были такие, когда мы себе не можем представить, живя в то время, сейчас мы смотрим на высоты нашего положения современного. А тогда те, которые уничтожали книги, они были уже, так сказать, христианами нового разлива, и для них те старые христиане, это были нехристи, это были враги, и они искренне пытались их, так сказать, вот уничтожить иногда даже физически. Поэтому все бывало, бурлило очень сильно в те времена, и это тоже мы должны принять, иначе историю нашу никогда не понять. Хорошо, идем дальше. Виктор Максименко, вопрос в эфир. В 1993 году мэрия Швайцер обнаруживает в костях динозавров клетки крови. В 2012 году в останках динозавров обнаружено ДНК. Сколько максимально может храниться ДНК у ископаемых динозавров? Ну, с динозаврами как-то я бы хотел увидеть исходную статью, которая правильно объясняет, которая правильно построена, где есть экспериментальная часть, где есть материалы и методы, чтобы убедиться в том, что это так. Мне это неизвестная работа. Возможно, пропустил. Возможно, это выдумки журналистов. Но дело в том, что ДНК хранится, но это же органические молекулы. Она как органическая молекула обязана со временем распадаться, она поедается микробами, и только в немногих, ну, скажем, допустим, почему любимое место для таких ДНК антропологов – это зуб. Зуб – это броня, это замок. Вокруг него вот все забронировано, а внутри пульпа, которая высыхает со временем, но ДНК там остается. И поэтому исследователь, он микродрелью сверлит дырочку в этом зубе, извлекает несколько миллиграмм этой самой пульпы, и уже дальше идут процедуры, которые фантастически по как раз тонкости и по надежности и делают, извлекают ДНК и определяют ДНК. Более того, эти несколько миллиграмм – их мало. Поэтому есть специальный конвейер, как бы фигурально говоря, когда на матрице этой ДНК синтезируется много-много, это как ксерокс. Имеется одна страничка, можно сделать тысячу страниц на основе вот этой страницы. Также ДНК идет копирование в лаборатории, и нагоняя довольно большое количество идентичных с той древней ДНК извлеченной. И вот это можно уже изучать. Поэтому ответ на вопрос непростой. Во-первых, сколько ДНК можно извлечь? Второе, можно ли копии много создать на основе этой извлеченной ДНК, чтобы нагнать ее до разумных количеств? Третье, в каком климате лежало это дело? Либо это песчаный климат, это лучший. Если это болотистый, это пиши пропало. Все знают, как возились с Николаем Вторым, его костями, которым все сто лет назад. А ДНК, поскольку это было болото, ДНК практически выжило так мало, что пришлось очень сильно повозиться, хотя в итоге все было сделано. Так вот, если это динозавр в олезенении, в тундре, под землей, в вечной мерзлоте, шанс заметно выше. Но, скажем, ДНК неандертальцы 40 тысяч лет изучили. ДНК человека из костенок под Воронежем 40 тысяч лет изучили. Так что есть ДНК, который нашли недавно в Китае. Это Homo sapiens. Ему 80-120 тысяч лет. Вот ДНК сейчас пытается изучать. Но, в общем-то, предел обычно в несколько десятков тысяч лет. Если динозавр жил, не знаю, 200-300 тысяч лет назад, это по нынешним понятиям практически безнадежно. Если динозавр действительно лежал в хороших условиях, может быть, можно попытаться. Но чтобы капельку крови, это, конечно, для меня звучит очень как-то маловероятно. Я думаю, что это газетчики, так сказать, как-то, шакалы ротационных машин, гены, пера, касселоклассик. Они что угодно напишут. Поэтому надо смотреть исходный материал. Если пришлете мне исходную статью, с удовольствием дам комментарий на очередную передачу. Хорошо. Наш знакомый под ником Горловое Пенис задает вопрос. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Можно ли по внешности определить гаплогруппу и гаплотип? А то в интернете развелось специалистов, в кавычках. Специалистов гоните таких. Дело в том, что иногда можно, а в основном нельзя. Теперь, что такое иногда можно? Дело в том, что фенотип – это внешний вид. Генотип есть – это ДНК. А фенотип – это внешний вид. Иначе мы говорим о связи между генотипом и фенотипом. То есть, как ДНК определяет внешний вид. Дело в том, что чем замкнутие сообщество, тем эта связь больше. Если вы пройдетесь по старым русским деревням, вы же там не увидите монгол, монголов, аборигенов австралийских, американских индейцев, это будет не то, что на одно лицо, но похоже. Все будут русые, все будут такие круглоголовые. И, в общем-то, большие семьи похожи на себя. Вот, скажем, когда я поехал в нашу фамильную деревню, ну, фамильную так, до красного словца, но она на самом деле фамильная, хотя такого статуса официально у него нет. Это то, что мой предок основал на земле, выданной ему царским указом, в 1639 году. И вот я там нашел людей в этой деревне, которые, ну, как две капли воды, похожи на меня. Вот прошло 400 лет почти со времени основания этой деревни, а фенотип остался. Поэтому в данном случае похуже. Вот если пройтись по старым деревням, они в большинстве своем, они R1A. И фенотип их похож, опять же. То можно посмотреть на них и сказать, ну, это, наверное, похоже на R1A. Вот тот тур, который меня, значит, в бане, меня, так сказать, мыл и массаж мне делал, думает, что он R1A. Очень-очень уж похож. Потому что те, кто И, они более длиннолицые, у них более вытянутые лица. Это другой, так сказать, фенотип людей. Поэтому трудно сказать, я бы так сказал, в общем сказать нельзя. Легко ошибиться. Но если говорить в целом, вот, допустим, взять китайцев, то у них где-то процентов 60 – это группа О. Поэтому взять китайцы – две трети вероятности, что вы определите него правильную группу, угадаете. У финнов там до 70% группа N1A1. То есть тоже очень похожи. У якутов, у них почти 100% N1A1. Поэтому, увидев якута, можно сказать, почти с гарантией, что это вот N1A1. У басков до 90% R1B. Поэтому приехали к баскам, почти наверняка, вот так пальцем ткнете, скажете, у тебя R1B, и, скорее всего, так и получится. У урландцев то же самое, 90% почти R1B. Поэтому в каких-то этносах, а гопологруппа настолько доминирует, что предсказать можно без труда. А в других этносах такой раздрай. Все разделено. Обычно это происходит где-нибудь там на Балканах, где перекресток цивилизации, где все ходили, поэтому разница очень большая. То есть зависит от того, где вы смотрите. А взять американские индейцы. Вот вся Южная Америка, 95%, гопологруппа Q. А почему она Q? А потому что они сибиряки. Они пришли из Сибири. И вот у сибиряков у многих гопологруппа Q. Поэтому здесь, это просто они ушли туда, в Америку, там, 20 тысяч лет назад. И поэтому, конечно, культура колоссально изменилась. Скажем, те же майя, они гопологруппа Q. Поэтому все эти баки, что майя, это порождение цивилизаций, внеземных, межпланетных, все ерунда, сибиряки. Но культуру себе разработали другую уже. Так что здесь, в общем, повторяю, ответ нет. А в частности, бывает, что и да. В общем, майя, наши простые сибирские парни. Ну, понятно, в общем, по каким-то косвенным признакам можно о чем-то догадываться, но это не научный метод. Лучше всего все-таки обратиться в лабораторию, тогда точно будет известно. Конечно. А так это гадание будет. Идем дальше. Поэтому, когда в сети там много развелось, много любителей, это, конечно, ерунда. То есть, они угадать, конечно, могут, но гадание будет в каком-то процентном содержании. Если вот их проверить, то можно показать. А вот, значит, сибирских парней, там намешано все. В Сибири кто только туда не приходил, там и те самые КУ, там и С, там и Р1А, там и Р1Б, и там много чего другого. Те же О, которые там из Китая приходили, с ними уже сложнее. А раньше было проще. Когда копают захоронение, то там довольно четко просматриваются, скажем, древние скифы, они, как правило, и родина. Так что там уже легче работать. А сейчас уже много чего. Тем более, когда по этим сталинским путевкам приехала на Дальний Восток, тьма людей из Украины, из России опять же перемешалась. Так что много всего. Надо определять в лаборатории. Хорошо. Еще несколько интересных вопросов. Виктор Максименков. В Америке найдено множество курганов, соответствующих таким же структурам в России. Есть ли в ДНК исследования по Америке по этим курганам? Мне такие неизвестные. Горловое пение, вопрос эфир. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о людях, которые берут в разных культурах похожие слова и начинают их переиначивать и трактовать на любые лады, стараясь понять какую-то «тайную» в кавычках истину? Ну, понимаете, как забава, ничего там плохого нет. Дело в том, что вот так играл тоже задор Михаил Николаевич. И когда мы с ним знакомы были, и когда как-то мы сидели в кафе в одном, я говорю, Михаил Николаевич, ну вы же понимаете, что это не наука. Он говорит, конечно, понимаю. Но это интересно. Это интересно, потому что это расширяет кругозор. Это интересно в такую игру играть. И более того, я, говорит, получаю массу писем, и люди присылают мне разные варианты, их находки разные. Люди, буквально, многие настолько загорятся этим делом, что становятся энтузиастом. И что же там плохого? Это не наука. Опять же, ученым их гонять и называть лженаукой это глупо. Потому что, во-первых, никто не делает это за гранты. Никто не тратит на это народные средства. И когда человек у себя на кухне тихо сидит, паяет примус, ну кому он мешает? Слова при этом выдумывают разные. Это одно. Плохо то, что когда эти люди выдают это за якобы науку, вот они сравнивают там Самара и Самарканд. О, это вот один корень, это на самом деле один и тот же город. Вот это уже начинается ерунда. Поэтому, вот почему многие слова похожи. Дело в том, что раньше была огромная по территории арийская культура. Это можно назвать индоевропейская. Дело в том, что она исходно была арийская, но потом, когда ее стали называть индо-германская, германские активисты, то мир переполошился, не хотели отдавать это Германии, индо-германские, решили назвать индо-европейской, более нейтральной. И так вот индо-европейская языковая семья так и осталась. И почему она индо-европейская? Потому что она от Европы до Индии. А на самом деле, как сейчас уже ясно, прошли арии от Европы до Индии, и они пронесли свои арийские языки до Индии, не только до Индии, и Иран, и на Ближний Восток. Это и метанистские арии, это и хетты. И поэтому вот эти древние арийские, арийский язык, он в итоге прошел во все практически современные языки, а на самом деле не практически, вообще во все языки индо-европейской группы. А они все языки Европы, кроме, повторяю, венгров, басков, эстонцев и финнов, все четыре реальные группы людей, у которых не индо-европейские языки, а у всех индо-европейские. Русский язык индо-европейский, украинский индо-европейский, французский, немецкий, английский, испанский, индо-европейский. Поэтому понятно, что слова обязаны быть похожими. Другое дело, что они разошлись за некоторое время. Если взять такой замечательный лингвист, Старостин Сергей Александрович, он посчитал, что базовая лексика, то есть самые основные фундаментальные слова у русских и у древней Индии, современной русской и древнеиндийской, совпадает на 54%. Это вот данные Старостины. Посчитаны профессиональным лингвистам. Поэтому неудивительно, что многие слова совпадают. И поэтому выдавать это за то, что якобы новое слово в науке, это смешно. Это так обязано быть. Поэтому лингвисты применяют более глубинные критерии, изучая сходство различия слов. А так называемая народная этимология, она этим критерия не пользуется. Вы услышали какое-то слово. Башмак в татарском языке и в русском языке одинаковый. Значит, ну понятно. Правда, при этом возникает вопрос, кто у кого. Либо башмак это исходно русское слово, а татары переняли, либо это татарское слово переняли русские. Строго говоря, надо рассмотреть оба варианта. Но дело в том, что лингвисты обычно у народа простой. Они считают, что у русских всё заимствовано. Вот что в русском нет похожего у других, это непременно пришло к русским со стороны. И вот такая вот однобокость. Хотя надо, конечно, анализировать туда и сюда. И окажется наверняка, что иногда и в русском языке пришло со стороны, иногда и наоборот. Так что в этом смысле заниматься этой забавой, подбирать слова, это увлекательно. Это лучше, чем понимать, чем пить или драться. Но называть это наукой нельзя, пока исследователь не пройдёт определённый квалификационный барьер и не станет лингвистом. Вот тогда уже начнётся другой разговор. А пока, пожалуйста. Продолжение слушайте в следующей части.